Здравствуйте друзья! Героем этого обзора станет еще один ZigBee датчик из экосистемы Tuya Smart, который измеряет значение температуры и влажности воздуха. Из длинного ряда аналогичных устройств его отличает несколько особенностей. Наличие экрана, на котором кроме основных показаний также отображается дата и время, и возможность гибких настроек, таких как временной и количественный интервал изменения параметров воздуха для отправки в центр уведомления, и установку минимального и максимального предела температуры и влажности, при достижении которого датчик шлет соответствующее событие. Это очень сильно облегчает создание автоматизации для управления климатическими устройствами. Обо всем этом далее в моем обзоре, а перед тем как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей изучающих умный дом, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства. Датчик температуры и влажности. Модель CZ-T04. Интерфейс ZigBee 3.0. Диапазон измеряемых температур от минус 10 до 55 градусов Цельсия. Точность измерения плюс-минус 3 десятых градуса. Диапазон измеряемой влажности от 10 до 90 процентов. Точность измерения плюс-минус 3 процента. Размер 60 на 63 на 25 миллиметров. Размер экрана 50 на 50 миллиметров. Источник питания 3 элемента 3а полтора вольта. Потребляемый ток не более 30 микроампер. Базовая экосистема Tuya Smart. Приехало устройство в аккуратной картонной коробке с своим изображением на фронтальной части. Отмечен интерфейс ZigBee, кроме него существует и вайфай версия, а также экосистема Tuya Smart или его пользовательский клон Smart Life. На одной из боковых частей перечислены краткие технические параметры о которых я уже сказал, и отмечен один из двух вариантов цвета для корпуса, в моем случае черный, есть еще белый. Упаковано все надежно и плотно, по коробке ничего не болтается. Кроме датчика в комплекте нашлась еще небольшая инструкция на английском. Батареек нет, поэтому их стоит подготовить заранее. Инструкция очень маленькая, два листа мелким шрифтом. Но зато тут подробно описаны все параметры которые можно настраивать, это может пригодиться если вы раньше не имели дела с такими датчиками. Датчик имеет практически квадратную форму, ширина всего на 3 мм превышает высоту. Большую часть фронтальной поверхности занимает монохромный экран. На задней стороне находится крышка батарейного отсека, отверстия для крепления на стену и воздухозаборники, которые нужны для замеров температуры и влажности. Крышка снимается с двигом вниз, под ней находится отсек для установки трех элементов 3А. Нижний предел рабочего напряжения заявлен в 2,7 вольта. Поэтому тут можно использовать и батарейки, суммарное напряжение которых 4,5 вольта, как в моем случае, так и стандартные никелевые аккумуляторы, которые дадут 3,6 вольта. Правда, в таком случае индикатор уровня заряда будет показывать менее 100 процентов. Датчик начинает работать сразу после установки элементов питания, он отображает данные по температуре, влажности и уровню заряда. Для синхронизации даты и времени нужно подключение к системе управления. На верхней части находится единственная кнопка. Короткое нажатие используется для того, чтобы вывести датчик из режима сна, например для изменения настроек. Удерживание, пока не начнет мигать значок сети, для перевода в режим сопряжения. Теперь проверим, как датчик работает в своей штатной системе управления Tuya Smart. Все актуально и для Smart Life. Хоть и любое другое зигби устройство, он подключается через шлюз. У меня используется проводная версия с поддержкой Apple HomeKit и Google Home, ссылка на его обзор в описании под видео. После включения режима подключения дочерних устройств на шлюзе, нужно зажать кнопку на датчике, пока значок беспроводной сети не начнет мигать. После этого проходит процесс интервью и он подключается к системе управления. Значок с его изображением будет виден в списке устройств шлюза и в главном окне приложения. После этого дата и время синхронизируются с актуальными и отображаются на экране в формате часы, минуты, месяц, дата. Правее от них находится значок сети и уровень заряда батареек. В верхней части плагина отображаются текущие значения температуры и влажности, под ними графики их изменения. Далее журнал событий, перечень автоматизаций в которых участвуют датчики и его настройки. Настроек довольно много, рассмотрим их подробнее. После уровня заряда расположилась опция изменения шкалы температуры Цельсия или Фаренгейт. Далее идут 4 настройки, которые позволяют установить временной и количественный интервал для отправки данных от датчика. По опции для установки интервала в минимальной и максимальной температуре и влажности, а замыкают список переключателей для пуш сообщений, для высокой и низкой температуры и влажности и низкого уровня заряда батарей. Время обновления данных можно снизить до 1 минуты, но чем чаще они будут отправляться, тем быстрее будет разряжаться батарейка. Количественный интервал имеется в виду, на какое значение должен измениться показатель для отправки данных в центр управления, может быть установлен в пределах от 0,3 до 1 градуса Цельсия для температуры, и от 3 до 10 процентов для влажности соответственно. Для задач по управлению климатической техникой есть смысл повысить частоту отправки данных, для простого мониторинга можно оставить значение по умолчанию. Минимумы и максимумы для температуры и влажности нужны для установки пределов, при достижении которых будут срабатывать уведомления о высокой или низкой температуре и влажности. Сам датчик при этом ничего не будет делать, все только на программном уровне. Так как большую часть времени устройство находится в спящем режиме, все установленные настройки будут применяться, когда будет очередной обмен данными, либо разбудить его вручную, коротко нажав на кнопку сверху. Графики, вне зависимости от частоты обновления данных, показывают значение с частотой раз в час для дневного режима отображения, есть еще варианты в разрезе месяцев и лет. В общем меню настроек есть указания о совместимости с Google Home и Amazon Alexa, а также стандартные опции, предоставление общего доступа, вывод ярлыка на рабочий стол, проверка и обновление прошивки и удаление системы. Теперь поговорим о автоматизациях. В качестве триггеров, событий которые приводят к срабатыванию автоматизации, как это обычно и бывает у устройств Tuya Smart, можно использовать изменения не только измеряемых параметров, но и буквально каждой возможной настройки. Наиболее применимыми в быту, конечно будут те параметры, по которым можно задать условия больше, меньше или равно, как для температуры и влажности воздуха, так и для уровня заряда батарейки. Также полезными будут события по достижению порогов максимума и минимума для температуры и влажности. Тут еще есть и третий вариант триггера, он сработает когда параметр вернется обратно в нормальный интервал. Это можно использовать например для автоматизации работы розетки управляющей нагревателем. Когда достигнуть нижний порог температуры включить, а когда верхний выключить. Но вот как использовать изменения шкалы измерения и подобные ему триггеры у меня идей нет. Так как тут имеется большое количество настроек, то все они также могут быть изменены при помощи автоматизации. Некоторые полезные, некоторые не очень. Как и для раздела триггеров я не вижу применения для опции изменения шкалы температуры. А вот частоту отправки данных можно применить. Например, при закрытых окнах можно увеличить интервал, а при открытых уменьшить. Аналогично для ночного дневного времени суток. Можно изменять и количественное значение для отправки изменений. Например, когда включается радиатор, то отправлять данные чаще. Тут же есть и пределы максимума и минимума, что по сути будет менять и логику работы автоматизации, привязанных к алармам по достижению верхнего и нижнего значения. Для сравнения показаний я использовал несколько своих датчиков температуры и влажности. Один из экосистемы TUYA, устройства Atacara и Xiaomi. Ссылки на их обзоры в описании. Если в отношении температуры все датчики практически солидарны, расхождение порядка пол градуса Цельсия, то что касается влажности, герой обзора всегда показывает более низкий результат, чем его собратья. Что касается реакции на изменения параметров окружающей среды, она адекватна, то есть форма графика не будет отличаться от его аналогов, не считая более низкого цифрового показателя. Думаю, что в моем случае при использовании в автоматизациях, нужно дать поправку в 3-4% больше от того, что передает датчик. Напомню, что для добавления устройств TUYA Smart в Google Home, необходимо через меню устройств совместимых с сервисами, найти название экосистемы в списке поддерживаемых и ввести свои учетные данные. После этой разовой операции все устройства, которые могут работать в Google Home, будут появляться тут автоматически. Датчик появился тут под тем же названием, что и в родной системе, его кстати можно поменять, чтобы удобнее было его произносить голосовому ассистенту. Но вот отображаются данные только по влажности, температуры нет. Та же самая ситуация при просмотре данных о датчике на экране Google Nest, температура не обновляется. С лажностью проблем нет, загружается моментально. Обновление конечно не в режиме реального времени, но достаточно актуально. Есть и данные о батарее, в виде значка и надписи, что заряд полный. В процентах похоже его нет, полагаю, что потом просто будет уведомление, что батарейки пора менять. Шлюз NAS ZV05B0, который я использую для тестирования, имеет поддержку в Apple HomeKit. Он подключен через интеграцию HomeKit контроллер, который эмулирует центр управления умным домом от Apple, и работает по тому же самому протоколу. Такой подход позволяет проверить и совместимость с умным домом от Apple, и один из вариантов пробросов Home Assistant, который в отличие от штатной интеграции Tuya работает локально. Но к сожалению этот датчик не совместим с Apple HomeKit, в списке устройств он не появился. Теперь мы наконец подобрались к Home Assistant. Начнем с штатной интеграции, про которую я только что упомянул. Ее основным достоинством является то, что она работает параллельно с штатной системой управления Tuya Smart. И как видно на скриншоте, три основных параметра, температура, влажность и уровень заряда тут есть. Настройки все остаются в родном приложении. К недостаткам стоит отнести, во-первых, зависимость от работы облаков Tuya и доступа к интернет, во-вторых, в Home Assistant не попадают события о достижении пределов максимума и минимума, что удобно использовать в некоторых автоматизациях. Далее попробую три варианта локальной интеграции устройства, для чего используются альтернативные Zigbee координаторы, то есть датчик нужно отключить от родного шлюза. Первой интеграцией будет ZHA Zigbee Home Automation, для которой я использую стик Sonoff E на базе чипа EFR32MG21. Процесс подключения аналогичен шлюзу, на датчике для сопряжения нужно удерживать верхнюю кнопку. Устройство подключилось, но уже по этой картинке понятно, что в ZHA поддержка для него отсутствует. Так оно и есть, из доступных параметров есть только стандартные уровни сигнала, а также то, что датчик является конечным устройством, то есть не может передавать через себя данные от и к другим участникам сети. Для экономии заряда, датчик большую часть времени находится в спящем режиме, поэтому и не может работать роутером. Далее рассмотрим Zigbee to MQTT. Это самостоятельная система, которая ставится как дополнение и создает свой собственный, независимый от Home Assistant контейнер. Взаимодействие с ним происходит через Mosquito Broker через MQTT топики. Актуальная на момент обзора версия 1.33. В качестве координатора используется стик Sonoff P на базе чипа CC2652P. Тут датчик обнаружился и распознался корректно, без применения внешних конвертеров. Все работает штатно, по крайней мере на версии не ниже, чем применялось при тесте. Тут используется картинка другого датчика аналогичного герою обзора, что тоже не редкость в экосистеме TUI-E Smart. С одной прошивкой EID могут быть разные внешне, но одинаковое функциональное устройство. И тут есть все параметры настройки, которые мы рассмотрели в части посвященной TUI-E Smart, но с некоторыми отличиями. Например, минимальный интервал обновления тут 5 минут, а не 1 минута. А вот количественный интервал для обновления ниже, 1,1 и 1% соответственно. А также тут есть настройки минимума и максимума для температуры и влажности, и сенсоры алармов для них. И чуть дальше мы проверим как это работает. Все эти параметры через интеграцию MQTT, которая работает напрямую с топиками Mosquito Broker, передаются в Home Assistant. Любой из них может изменяться как вручную, так и через автоматизацию. Часть из них по умолчанию деактивирована, но это не является проблемой, так как все, что нужно, можно активировать, а все, что не используется, лучше оставить или деактивировать, чтобы не плодить лишних объектов в системе. Я бы оставил только значение температуры, влажности, уровня заряда и сенсоры алармов, при необходимости использования в автоматизациях еще интервалы обновления данных. Но большая часть настроек делается разово и в Home Assistant не нужна. На этом графике с временной шкалой по минутам видна частота данных, которую присылает датчик. Она зависит не только от установленных интервалов обновления, но и от их изменения, поэтому я переносил датчик в разные места для того чтобы посмотреть скорость его реакции. Если параметры воздуха более менее стабильны, то и данные обновляются реже. При изменениях они будут приходить примерно раз в минуту. Этого вполне достаточно для работы автоматизации по управлению климатом. На примере температуры посмотрим как работают минимумы и максимумы. Сейчас я установил минимум в 20 градусов, но температура в данный момент выше и сенсор аларма для нее показывает статус отменен. Я вынес датчик на балкон, где через некоторое время он показал температуру ниже чем заданный предел. Теперь статус температурного аларма изменился на lower alarm. Это же значение принял соответствующий ему сенсор. Пример использования, как я уже предложил раньше, по этому триггеру включать розетку, которая управляет обогревателем. После того как температура начнет расти и снова попадает в заданный температурный коридор, статус сенсора вновь изменится на отмененный. Для теста я изменил и верхний предел, 21 градус чтобы долго не ждать. И когда температура превысит его, придет событие upper alarm. Продолжая тему описанной мной автоматизации, при возникновении этого события, розетку нужно отключить и температура начнет падать пока вновь не достигнет минимума. По сути это логика работы термостата, только организованная на уровне самого датчика. И последний на сегодня способ подключения датчика при использовании SLS шлюза. В моей версии используется чип CC2652P. Я использую официальную прошивку от 15 февраля 2023 года. Хорошая новость, датчик поддерживается штатно, нет необходимости в поиске и подбора подходящего конвертера. На всякий случай, если вам попадется такой же датчик над другим ID, что бывает в экосистеме Tuya, номер подходящего вам конвертера 224. Данные разделены по двум вкладкам. На странице состояния основные, такие как температура, влажность, уровня заряда и алармы. Все остальные на странице опций, временные и количественные интервалы обновлений, пределы минимума и максимума и шкала измерений. Home Assistant, аналогично Zigbee TomQTT, управление происходит через сервер Mosquito Broker. Рекомендую все неиспользуемые объекты сразу скрыть, а тут их после проведения разовых настроек большая часть. При вполне стандартной для устройств такого класса цене, герой обзора интересен тем, что предоставляет дополнительные параметры настроек уведомлений, в частности использование пределов по минимуму и максимуму, по своей сути это тот же самый термостат. Установив желаемый интервал который нужно поддерживать, по изменению сенсора аларма можно управлять климатической техникой. В моем случае обнаружилась склонность к занижению параметров влажности, если сравнивать его с другими датчиками. Но реакция на изменения адекватна и ожидаема, поэтому, просто приняв в расчет поправку на 3-4 процента выше, можно использовать устройство в автоматизациях. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео, кроме ссылок на магазины где можно приобрести этот датчик и другие обзоры упомянутые и соответствующие этой теме. Вы также найдете мой телеграм-канал и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...